Привет всем! Сейчас я вам расскажу, как включить метроном в программе GITAR PRO. После того, как вы установили программу, у вас на столе на рабочем вот ярлычок GITAR PRO. Щелкаем по нему. Почему именно с метронома я начала? Потому что метроном это первая вещь, которую я советую использовать из этой программы, из GITAR PRO. И очень часто задают вопрос, а где его вообще тут найти метроном и как его включить. То есть если человек никогда не сталкивался с этой программой и никогда не сталкивался с метрономом. Вот у нас программа открылась. Когда вы первый раз откроете программу, у вас скорее всего здесь возникнет заставка. Заставку вы можете отключить в опциях. Вот есть опции, настройки. И вот здесь у вас, наверное, будет стоять галочка показывать заставку. Вот ее надо снять. А здесь поставить нет. Потом, когда вы нажмете ОК, у вас заставка больше вылезать не будет. То есть когда вы программу будете в следующие разы запускать. Возможно, у вас внешний вид программы окажется немножко другим. Возможно, он будет таким с одной строчкой табулатурной. Либо вот таким с одной строчкой для нотной записи. Но это пока не суть важна для нас. Давайте сделаем вот так. Значит, где в программе находится этот метроном загадочный? Метроном – это у нас вот эта кнопочка. Метроном. И нас сейчас с вами будет интересовать в этой панели вот эти вот четыре кнопочки. Ну, включаем сам метроном. Это не означает, что он у вас сразу же начнет стучать. Он начнет стучать тогда, когда вы нажмете клавишу Play. Давайте нажмем ее и послушаем. Он стукнул четыре раза у нас, потому что здесь стоит размер четыре четверти. Если вы пока не знаете, что такое размер, это не страшно. На первых порах вам это не понадобится, а в дальнейшем вы можете посмотреть урок про размер и длительность, который я запишу чуть позже. Значит, после того, как мы включили метроном, давайте включим обратный отсчет тоже. Сейчас он нам не принципиален, но потом, когда вы будете при помощи программы Guitar Pro играть композиции какие-либо, то обратный отсчет вам очень-очень даже пригодится. Перед тем, как играть композицию, вы будете включать обратный отсчет, и он перед началом, перед тем, как программа начнет играть, он вам будет отстукивать. Ну, в зависимости от того, опять же, какой размер у вас здесь. Либо раз, два, три, четыре, либо раз, два, три. Дальше. Нам обязательно нужно включить вот эту вот клавишу. Вот видите, наводим, высвечивается, зацикливание. Для чего нам нужна эта клавиша? Выбираем обычное зацикливание. Ок. Эта клавиша нам нужна для того, чтобы метроном у нас стучал долго. Столько, сколько нам нужно. Но вы сейчас слышали в начале, что когда я запустила метроном, он стукнул всего четыре раза. Почему? Потому что клавиша зацикливания у нас включена не была. Не была. У нас с вами сейчас в программе написан один такт. Давайте я вот допишу еще, чтобы было понятно, что такое такт. Вот сейчас у нас в программе написано четыре такта. Такт – это расстояние от одной черточки до другой. А вот эти черточки – это называется тактовые черточки. Сейчас у нас в программе четыре такта. Ставим на начало желтенький квадратик. И включаем метроном клавишей play – играть. Вот видите, навожу играть. Точно так же вы можете запускать программу с клавиатуры клавишей пробел. Я думаю, что это гораздо удобнее, когда у вас в руках гитары не всегда удобно тянуться за мышкой и нажимать на экране play и stop. А клавишей пробел можно как запускать программу, так и останавливать ее. Запускаем и слушаем, что у нас получилось. Ну вот вы видели, метроном у нас дошел до четвертого такта и потом снова пошел на начало. Вот эта зелененькая палочка, которая показывает, в каком такте мы сейчас находимся. Вот это как раз нам дает клавиша зацикливания, чтобы он у нас стучал без остановки много раз, потому что мы же отрабатываем бой или перебор несколько раз, скажем, 10-20 раз один и тот же бой. Остановим метроном и немножко поговорим вот об этой клавише. Клавиша темп. Вы сейчас слышали, что метроном стучал достаточно быстро. Если нам нужен темп более медленный, а поначалу он нам точно нужен будет, медленный, мы нажимаем на эту клавишу темп, у нас появляется вот такое окошечко. Вот здесь мы цифру стираем и на клавиатуре набираем, ну, например, 80. Набрали, окей. И смотрим, что у нас получилось. Play. Слышите, метроном стал стучать медленнее. Если же вам, наоборот, нужно быстрее. Снова темп. Убираем цифры и ставим, ну, например, 150. ОК и Play. Ну, слышно, как изменился темп. Стоп. Ну, вот и все, собственно, что касается метронома в программе GITER PRO. На сегодня все. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok